вот пришел наш клиент ему все мне кажется нравится она сейчас вам покажет как смотрится на ней комбинезон замечательный комбинезон вот так фотомодель спасибо Танечка здравствуйте дорогие мои подписчики я рада приветствовать вас на канале шить для себя это удобно и сегодня мы будем шить вот такой молодежный комбинезон хочу сразу объяснить что похоже на платьице на самом деле это будет шортики кофточка стачена естественно поясочка между собой вот эта часть будет отлетная полностью запах это будет как юбочка спереди а сзади это будут шортики вот такая сложная задача у нас сейчас перед нами стоит поступил такой заказ и я с удовольствием его выполняю с чего же мы начнем начнем мы как всегда с базовой конструкции на данную фигурку я построила базовую конструкцию брюк ссылку вы можете увидеть на экране как строятся брючки вот и теперь как всегда мы берем кальку накладываем и вырезаем я уже это сделала сейчас покажу как я это делала укладываем кальку вот и мы выкроили заднюю половинку единственное что у нас сзади будет резиночка поэтому вот здесь вот здесь наверху я не стала обрезать боковой срез оставила большую свободу это касаемо задней половинки теперь передняя это передняя половинка брюк вот так выглядит здесь я оставила место и на месте где у нас будет вытачка я немножко ее сместила в левую сторону и определимся по фигурке либо это просто будет защипчик либо это будет все-таки вытачка и теперь и теперь нам нужно сделать верхнюю юбочку верхняя юбочка будет на всю ширину переднего полотнища вот так укладывается точно так же как и брючки видите да вот сюда это сгиб вот и для того чтобы не было вытачки просто перемоделируем вот так вот так мы сделаем и вот здесь вот сгиб такая выкройка нашей юбочки в принципе все еще покажу как мы будем моделировать цельнокроеный рукавчик спущенный рукавчик хотя тоже предыдущих видео я показывала как это нужно сделать на основании мерок я построила основу переда и спинки вот я уже пользовалась этими лекалами предыдущих видео вот как строить вы всегда можете посмотреть напоминаю укладываем вот по среднему здесь начертили линию и укладываем мы строим цельнокроеный рукав на основании обычной базовой конструкции что мы делаем нужно закрыть вытачку как мы это делаем разрезаем закрываем вот теперь вытачку мы не будем использовать мы будем делать цельнокроеный рукав поэтому продлеваем продлеваем наш рукав вот так и приподнимаемся где-то на сантиметрик чуть выше вот так и проводим линию я померила 32 сантиметра должно быть плечо берем сантиметровую линейку отмеряем вот ровно 32 теперь здесь под прямым углом вот этот угол должен быть прямой вот теперь так как у нас наш комбинезончик будет на резиночке и это полу прилегающий силуат а там а там будет свободный поэтому на два сантиметре к ну где-то на два с половиной может быть мы немножко расширяем линию талии и опускаем нашу линию талии еще на два сантиметра для того чтобы было немножко свобода на талии приподнялось вот так и теперь где-то опускаемся на вот такое напополам делим наш бок вот так проводим сюда и обязательно рука ширина вот здесь руки должна быть сантиметриков 20 вот так вот так этого под линеечку прочерчу а теперь мы делаем плавную линию это уже творчество поэтому вы делаете как считаете нужным но мне вот кажется вот так это будет и уточняем нашу делаем ровную линию цельнокроеный рукав у нас готов он может быть более крутым может быть менее крутым это по вашему желанию может быть вот таким вот теперь нам нужно обязательно сделать запах что мы делаем мы зрительно зеркалим вот так отмечаем куда мы должны сделать сейчас поближе покажу вот тогда докуда мы должны и два сантиметрика обязательно добавляем по низу точно так же вот так вот сейчас я линию четко начерчу по линии талии вот так идет линия так а эту мы увеличиваем на два сантиметра для того чтобы было большой напуск потом я отмечу вот и что мы делаем мы должны понимать откуда у нас будет наш запах вот сейчас я нарисую так естественно вот здесь вот мы углубляемся сантиметрика на два вот потом вот здесь вот у нас будет где-то линия где мы хотим нет может быть повыше наверно вот так и плавненько плавненько спускаемся вниз вот так и здесь вот я начинаю писать линию плавные линии вот вывожу на вот этом месте еще должна быть вытачка ее бы желательно закрыть эту вытачку вот поэтому отмечаем вот здесь вот линию намечаем нашу линию вот видно да вот так и теперь методом моделирования мы вытачку закрываем в принципе все на этом вся выкройка закончена касаемо переда выкройка выглядит вот так теперь я вырезаю эту выкройку и приступаю к спинке к спинке мы делаем только вот такой цельнокройный рукав и больше никаких изменений не вносим что мы сделаем со спинкой точно так же опустим на два сантиметра на нужную вам величину какой вы напуск хотите сделать на талии вот вытачку не переносим потому что здесь будет резинка у нас вот здесь планируется резинка вот теперь немножко увеличиваем горловину вот не используем с вытачку на среднем шве потому что опять же говорю будет резинка и точно так же откладываем 32 сантиметра под прямым углом и здесь выводим все больше ничего обязательно нужно проверить наложить нашу полочку на спинку и проверить линию плеча и линию бока она должна совпасть теперь хочу внести уточнение значит что я делаю обычно на этой стороне вытачка у нас будет либо защип либо вытачка потому что здесь свобода образуется а на вот этом участке я вытачку никогда не делаю я ее просто перемоделирую то есть я ее закрываю на эту же величину нужно в бок увеличить все наши детали лекала готовы для раскроя мы начинаем наш раскрой хочу показать детали кроя для нашего комбинезончика и сразу рассказываю как в реалити шоу не хватает мне на вот этот кусочек сантиметров 10 вы представляете вот все что осталось а мне на сантиметров 10 длиннее к сожалению что я не делала даже раскладывала детали каждая отдельно чтобы улучшить ситуацию но к сожалению значит будет просто комбинезончик вот здесь вот он будет либо на пуговичках либо на молнии а нижняя часть переда будет внизу на резиночке но она будет отлетная и прикрепляться к боковому шву друг другого выхода я не вижу и так показываю детали кроем так как принципиально было сделать запах запах аста можно оставить только в такой ситуации так значит вот детали переда так она выглядит деталь спинки вот деталь задняя задняя деталь вот так выглядит и передняя деталь на всякий случай оставила для гульфы к вдруг мы изменим конструкцию может по центру сделаем застежку не знаю это уже на примерке вот эта деталь переда нам осталось только вот здесь вот будет кулиска вот кулиску мы не покроили я покрою ее чуть позже после примерки начинаем сборку нашего комбинезона сборки самих шортиков значит стачиваем средние срезы задних и передних половинок значит на передних я шов в разутюжку на задних вместе и что я сейчас буду делать я вот так разложу средний шов и по шаговому соединю тоже затем то же самое сделаю по боковым на левой стороне по переду вот это у нас перед это будет право вот по этой стороне я оставлю место вот здесь вот под нашу молнию теперь вот потом приступлю к сборке верха готовимся к примерке собрали по боковому по шаговому с одной стороны оставили для молнии для того чтобы понять какой длины будет наша молния средний стачен передний стачен здесь я на всякий случай оставила потом я могу обрезать оверлок вдруг мы решим все-таки что будет застежка по переду это на всякий-всякий пожарный что я еще сделала я заутюжила низ наших шортиков и теперь вот низ сделан теперь я собрала перед показываю наизнанку перед вот сложная здесь будет у нас застежка в связи с тем что запах очень хотелось запах сделать вот вот так это выглядит смотрите значит сначала плечевые вытачки застрочила и заутюжила с одной стороны пока с строчила и оверлок не прокладывала потому что будет уточнение на лицо это выглядит а спинка естественно стачена разутюжена вот и что нам теперь остается сделать укладываем перед запах у нас вот на эту сторону вот так предварительно выглядит перед здесь будет резиночка вот и точно также берем выворачиваем на лицо наши шортики вот так и начинаем соединять значит соединяем его в уровень вот здесь начинаем с этой стороны все аккуратненько вот так сметываем по всей талии при этом боковые наши вот эти должны совместиться вот так если образуется свобода значит немножечко еще закладываем эту складочку либо рядышком делаем складочку это будет уместно это будет красиво так и планировалось так по всей спинке до самого конца вот а часть которая отлетная которая вот это она будет отлетная то есть мы ее либо два раза подогнем вот так и с этой стороны с этой стороны будет завязочка с боковым и она будет просто отлетная внутри по другому не сделаешь по другому не влезешь ну а все остальное будет обрабатываться обтачками то есть вот сейчас я приметываю перед к нашим шортикам и жду примерки потом будет кулиска вдеваться резина сначала настрачиваться кулиска вдеваться резиночка потом я обязательно буду все показывать пока все так выглядит сырой вариант нашего комбинезон чека сейчас я вам покажу вот так так он выглядит спереди по линии талии просто прикреплена резиночка вот так он сбоку смотрится и так со стороны спинки по моему неплохо девочка сорок шестого размера поверху чуть чуть больше здесь они брючки широкенькие примерит я посмотрю и буду уже окончательно его отшивать после примерки не было внесено никаких изменений поэтому что я сделала я застрочила низ вот так это выглядит с изнанки так что еще застрочила ну вот здесь наши рукавчики тоже оверлок загнула и настрочила строчку вот застрочила отлетную часть переда оверлок и отделочная строчка ну естественно боковые проверложила соединила средний шов боковые и притачала наш наш низ к верху вот так что нужно сделать теперь нужно вточать в молнию но прежде чем вточать молнию нужно настрочить кулиску я выкроила полоску ткани заутюжила один край вот так и теперь притачаю его с одной стороны укладывая срезом и буду строчить шов в шов затем отверну и настрочу заутюженный край на этом месте будет находиться резиночка укладываем шовчик на нашу кулисочку и строчим прям в строчку край можно не обрабатывать но я обработала вот так а теперь нужно заутюжить нашу кулиску на полочку вот так заутюживаем и настрачиваем где-то на два с половиной три сантиметра получается практически по краю сейчас я заутюжу и настрочу снизу находится кулиска заутюженная сверху лицевая сторона и мы откладываем два с половиной сантиметра то есть вот ширина моей линейки и намечаем линию по которой будем строчить я буду строчить по лицу чтобы линия была красивая вот мы отмечаем аккуратненько и так по всей нашей длине и затем настрачиваем так по всей длине кулиску на строчили так она выглядит с изнанки так кулиска выглядит с лица резиночку пока не вдеваем нужно обработать горловину как я буду обрабатывать горловину смотрите вот лицо здесь стабилизирующая строчка проложена для того чтобы на примерке не растягивалась теперь делаем косую бейку заутюживаем ее пополам и теперь укладываем в сложенном состоянии и притачиваем без растяжения по нашей всей горловинке после чего мы раз делаем 1 строчку вот таким образом строчка потом 1 строчка и это окнем на изнаночную строну все буду показывать косую бейку укладываем так чтобы она немножко выходила вперед это нужно для того чтобы потом вовнутрь этот краешек завернуть вот мы на ширину лапки укладываем вот на лапочку где-то 0,6 и притачиваем следим чтобы шок был ровный и так по всей горловине и под бортам так называемым вот так это выглядит и так по всей ширине по всему периметру тачку пришили и теперь по горловине по согнутым частям здесь делаем расстрочку вернее рассечки для того чтобы потом сделать расстрочку здесь будет достаточно все и теперь с той стороны откуда начинали мы отворачиваем шовчик в сторону обтачки вот так и прям в краешек самый самый краешек начинаем строчить таким образом закрепляем и закрепляем нашу обтачку расстрочку мы сделали а теперь отгибаем обтачку заутёживаем и закрепляем ее отделочной строчкой значит вот эти краешки которые мы оставляли можно завернуть здесь будет закрепляющая кнопочка на с этой стороны поэтому мы аккуратненько заворачиваем так и начинаем строчить с вот этого краешка чтобы захватить нашу обтачку это с этой стороны так сначала делаем закрепку а затем разворачиваемся и на ширину лапки отстрачиваем у нас получается отделочная строчка вот так выглядит с изнанки так с лица симпатично получается и так по всей длине кто не умеет строчить сразу наметывает и так что же нам осталось нам осталось как раздет резиночку перед тем как шить нашу молнию по боку вот начинаем ее вдевать я вдеваю ее с помощью вот такое приспособление очень удобное рекомендую купить 50 рублей зато не нужно искать никаких булавок просто вставляем и втягиваем обычным способом резиночка наша два сантиметра здесь вот на боках нужно попасть в отверстие вот попала очень удобно на вису резиночку в деле в нашу кулиску так с изнанки смотрится так смотрится с лица и теперь нам осталось шить нашу потайную молнию как мы ее вшиваем обычно укладываем притачиваем сначала просто по краешку ну а потом растягиваем и вшиваем вот в эту канавку с одной стороны а затем с другой уложили нашу молнию по краю притачали а затем с этой стороны канавку пришили это одна сторона теперь вторая сторона нужно застегнуть молнию так же точно прикрепить молнию по краю вот этот уголочек нужно завернуть вовнутрь и сейчас нужно прикрепить ее к шву точно так а потом уже в раскрытом состоянии будем пришивать будем пришивать саму молнию в канавку сейчас только по краю ну а теперь расстегиваем и стараемся увести на самый край нашей молнии вот здесь завести молнию в отверстие так делаю я может быть кто то делает по другому я не претендую сейчас я ее вытащу вот сюда вот сюда вытащу аккуратненько потом покажу молния находится в самом конце я ее продела и теперь нам нужно попасть вот в эту канавку у меня вроде бы получается шить на этой же лапке вот так выглядит наша молния с изнанки ну а так с лица ее нужно еще немножко приутюжить и теперь мы эту вот собачку вытаскиваем сюда и застегиваем нашу молнию проверяем сейчас нужно будет приутюжить немножко вот здесь и все хорошо так выглядит наша молния и так после молнии вывернули наизнанку чтобы показать как это выглядит наметила точечку там где будет наша отлетная часть пришиваться то есть я пришиваю сюда вот такую кнопочку так выглядит с изнанки здесь молния вот так это изнанка и здесь мой торговый знак это удобно вот на лицо выверну покажу и потом одену на манекен тоже покажу вам надеюсь будет фото заказчика сейчас фотографируем заказчице так шортики здесь резиночка здесь вот так выглядит молния расстегивается молния и здесь еще дополнительно я сделала кнопочку для того чтобы было все удобно и комфортно молнию застегиваем вверх выглядит вот так неплохой получился у нас костюмчик ну вот сейчас одену на манекен и покажу так выглядит наш комбинезончик сейчас попробую поближе поднести головина здесь у нас молния здесь молния кнопочка расстегивается молния расстегивается и здесь отлет вот такой он тоже на кнопочку застегивается закрываем молнию здесь на кнопочку очень удобно чтобы повыше закрывать линию талии сейчас я покажу вам какой он выглядит сбоку так он выглядит сбоку так со стороны спинки обратите внимание как красиво лежат шортики никаких заломов спущенное плечо такой замечательный комбинезончик у нас получился пробуйте дерзайте у вас обязательно все получится я точно знаю ну 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 ну